Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили, меня зовут Юля. Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили, меня зовут Юля. Сегодня я хочу затронуть тему Новый год в Израиле. Что это за праздник, как его отмечают, как к нему относятся. Ну, начать, наверное, нужно с истории. Когда в 90-х годах сюда начали приезжать репатрианты с бывшего Советского Союза, которые привыкли отмечать Новый год, Новый год в советском понимании, с фильмом «Ирония судьбы», с песенкой про пять минут, с мандаринами, шампанским, бенгальскими огнями и так далее, то они не предполагали, что в Израиле есть немного другое восприятие этого праздника. И вот когда эти репатрианты начали приезжать, им начали задавать вопрос, отмечаете ли вы Сильвестр? Что это за праздник такой, когда я услышала это впервые в 2000 году, мне задали такой вопрос, отмечаешь ли ты Сильвестр? Я вообще не поняла, о чем идет речь. Как оказалось позже, Сильвестром называют Новый год в европейских некоторых странах, в Германии, в Чехии, и связано это с католическим священником, который родился или умер как раз вот между 31 декабря и 1 января. И как раз таки вот в европейских странах это связывают с именем Сильвестра, поэтому так этот праздник и называется. Соответственно, и отношение к нему было как к чисто религиозному празднику, который считается христианским. Поэтому многим израильтянам было непонятно, почему же те советские евреи, которые приехали сюда, с таким ажиотажем и с такой любовью относятся к этому празднику. И с годами, конечно, ситуация улучшалась. Сначала начали продавать в русских магазинах, назовем это так, всю атрибутику, которая касается Нового года, искусственные елки, шарики, бенгальские огни, икра, если мы говорим о магазинах икра, селедка, и вот то, что мы обычно покупали в той стране исхода перед праздником Новый год. Сегодня эта ситуация выглядит абсолютно по-другому, в лучшую сторону. То есть, например, такой магазин, как Максток, который я вам снимала, показывала, это магазин, ну, назовем это так, тысяча мелочей, где продается абсолютно все и вся. Этот магазин, израильский магазин, начал продавать атрибутику к Новому году. То есть, там можно найти и елки, и игрушки, и шапки. Понятно, что эта атрибутика больше напоминает нам все-таки американский Новый год или Рождество, потому что все это относится больше к Санта-Клаусу, чем к Деду Морозу. Но я думаю, что произошло это около пяти лет, когда группа, группа молодых людей, которые живут в Израиле, и они называются таким полуторным поколением. То есть, их привезли сюда маленькими детьми, им было 4-3 года, 5 лет. И для них понятно, что Израиль стала уже абсолютно родной страной, и русский язык у некоторых вообще ушел. И вот эти дети, которые выросли, примерно они моего возраста, они начали интересоваться своей культурой, своими традициями. И вот этот вот праздник Новый год, когда они начали у своих родителей спрашивать, есть ли вообще какое-либо отношение к религии, на что родители отвечали, какое отношение к религии? Был Советский Союз, это был праздник советских людей, где в принципе не было никакой религии. Поэтому какая-то ассоциация религиозная здесь в принципе неуместна. И вот эти молодые люди инициировали проект, который называется Новый год. Ну на иврите буквы И и кратко нет, поэтому звучит это как Новый год. Новый год. Иногда это пишут даже одним словом, иногда разделяют на два слова. Но это понятие начало заходить в обиход израильтян. И они вдруг начали понимать, что все-таки есть какая-то разница между Сильвестром и Советским Новым годом. И в этом году для меня вообще стало огромным открытием, когда я открыла Википедию на иврите и увидела, что там написано Новый год. Вот праздник, скажем так, евреев, праздник русскоязычных людей, которые приехали из стран бывшего Советского Союза. Везде подчеркнуто, что это не религиозный праздник, что это праздник эзрахи, то есть гражданский, государственный, можно так назвать. То есть праздник, который не несет никакой религиозной подоплеки. И вот, ну просто мы привыкли. И до сих пор мы передаем это своим детям. Наши дети, которые растут в Израиле, знают, что такое Новый год, ждут Деда Мороза. Они даже знают, что это два абсолютно разных волшебника, Санта-Клаус и Дед Мороз. Они знают, кто такая Снегурочка. И мы переносим им именно традицию нашего Нового года, которого мы ждали в детстве, вот это вот ощущение праздника, волшебства, написать письмо Деду Морозу. Они, кстати, пишут письма Деду Морозу. И ждут его прихода и верят в него. И мне кажется, что это классно, что мы можем передать этим нашим детям, что они принимают этот праздник. И сегодня, вот я просто слышала разговоры Лео с его одноклассниками, с его учителями. Они открыто говорят, никто этого не скрывает, что мы отмечаем праздник Новый год. Также Новый год, вот 1 января, у нас это приходится на выходной день, на субботу, в этом году с пятницей на субботу. Но вообще вышел указ, и это указ Кнесета несколько лет назад, что можно этот день брать как выходной по выбору. То есть это не государственный выходной, что все должны отдыхать. Но если человек придет к своему работодателю и скажет, я отмечаю этот праздник, поэтому на завтра я на работу не выйду, то он официально может получить на этот день выходной. Также солдаты, которые отмечают этот праздник, их отпускают домой, потому что понимают, насколько это важно для людей, которые приехали с бывшего Советского Союза, сохранять эти традиции, насколько для нас важен этот праздник. И в конце я хочу сказать, что вот у меня накануне Нового года всегда просыпается какая-то ностальгия. Я понимаю, что, конечно, сегодня Новый год в той же России уже не тот, что сегодня украшают елки, чтобы она выглядела красивее, подходила под интерьер дома, чтобы это сочеталось с цветами, и подбирают какие-то красивые украшения. Я вспоминаю, конечно, Новый год из своего детства, когда мы доставали вот эти вот коробки, которые хранились у нас высоко, и там были игрушки стеклянные, над каждой игрушкой, конечно, мы трясли, чтобы она не разбилась, и каждая игрушка несла в себе какую-то историю. То есть это то, что мне рассказывали родители. И потом, когда я уже начала изучать историю и больше погружаться в это, я поняла, почему, например, на елке у нас так много кукурузы. Связано это, конечно, с хрущевским временем. На таких вот прищепках, я помню, ее прицепляешь, и ставится она на елку. Потом были космонавты, тоже очень распространенные игрушки. И так как каждый из родителей со своего детства приносил игрушки, между папой и мамой у меня 8 лет, поэтому детство у них немножко разное, то у каждой игрушки была какая-то история, была душа. И когда вот мы наряжали эту елку, то пусть она не выглядела настолько идеально, красиво, вписывающаяся в интерьер, но для меня это было чудо, вот которого на самом деле очень долго мы ждали. Мы ставили всегда настоящую елку. У нас в Сибири был еще такой выбор. Можно было купить ель, сосну, которая очень часто продавалась, и пихта у нас продавалась. Это мой дед очень любил ставить именно пихту, потому что от нее распространялся такой запах по всему дому. Насколько я знаю, пихта растет только, по-моему, в сибирских лесах. И вот такие хвойные деревья продавались у нас на елочных базарах. Папа приносил эту елку, всегда замороженную, за окном минус 30, он приносит ее домой, ставит. Она начинает, так как дома тепло, жаркое, отопление, она начинает оттаивать немножко, раскрывать свои веточки, вот этот вот запах начинает витать по дому. У нас не было какого-то, у меня лично не было какого-то богатого детства с таким количеством игрушек, как, например, есть у наших детей. Но, но всегда этот праздник наполнен каким-то волшебством. Как только я слышу музыку с той же иронией судьбы, вот только первые эти ноты, вот я ехала, включила русское радио, наше израильское, там зазвучала эта песня, сразу окунула она меня в эту атмосферу. И получается, я как раз вот человек, родившийся на этом промежутке времени между развалом Советского Союза, началом новой России, и поэтому я застала все-таки, наверное, немножко советские традиции Нового года. Я очень этому рада, вот эти вот утренники, когда мы приходили, меня мама водила. На улице холод, минус 30, мы берем с собой, чтобы переодеться, красивое платье, туфли нарядные, чтобы выглядеть красиво на утреннике, которые проводились в тюзе, разные елки. В детском саду обычно были утренники, в школе. И вот из-за того, что я уехала в раннем возрасте, то меня, конечно, возвращает это все туда, и хочется этой атмосферы. Здесь, конечно, очень тяжело это ощутить, ну, потому что просто за окном нет снега, нет этой суеты новогодней, никто не спешит, не поздравляет друг друга. Я помню даже, как накануне Нового года мы стояли, например, в фруктовый, овощной магазин, и выстраивалась такая огромная очередь, и все покупали фрукты, овощи вот накануне Нового года. Понятно, что этого всего нет, и вот, наверное, этой атмосферы мне не хватает, хотя я не знаю, мне кажется, в новой современной России уже такого нет, все идут в супермаркеты, все это покупают абсолютно спокойно, наполняют свои тележки и выходят. Вот так, поделилась своими эмоциями. Пишите. Кстати, мне интересно услышать тех людей, которые живут, переехали в другие страны. Как вы воспринимаете этот праздник, как вы относитесь, как ваши соседи к нему относятся, воспринимают это как что-то европеизированное, например, или все-таки понимают, в чем разница нашего, назовем это так, советского Нового года от европейского отмечания. Вот так поделилась с вами эмоциями. Очень рада была с вами пообщаться на нашем канале Швили Фэмили. Пока-пока.